Так, ну и еще одним событием была вот эта сцена драматическая в Челябинской школе, где один из учеников устроил опять кровопролитие, но дело не в том, что он его устроил. Понятно, что подрастает поколение Зе, понятно, что в школе 68, можно сказать, прошел как бы урок труда нового типа, и семиклассник Роман продемонстрировал навыки работы с молотком, проломив черепа двум одноклассницам. И, но дело в другом, стала известна мотивация, вскрытые и обнародованные, в данном случае, я бы сказал, весьма и весьма насыщенные соцсети этого зуммера, романа. И, как выяснилось, в голове у него ядовитая каша. Нечто подобное, вероятно, происходит и в мозгах, и у всего русского поколения 14-летних, скорее всего. Вот тот примитивный патриотизм, который в эти головы запихивает школа и запихивает телевизор, а также тот культ маразма, рабства, злобы, который сейчас доминирует в России, этот культ дает весьма и весьма занятные плоды. Впрочем, вот этот полный крах русской педагогики был предсказуем, был неизбежен. Понятно, что страна, конечно, нуждается в абсолютных идиотах, только они, эти идиоты, могут стать опорой режима, русского мира. Но формирование коллективного кретинизма – это не такое простое дело, как кажется. Оно требует очень высокой педагогической квалификации и того опыта, который нет, которого нет у сегодняшних школьных работников Российской Федерации. И в результате их усилий будут созданы лишь вот эти массы агрессивных истериков, ищущих в насилии, в анархизме спасения от того бреда, которому учат в школе, учат в школе. Разумеется, такого рода инциденты есть везде. Они есть в любой стране мира. Мы в данном случае просто разбираем подноготную внутреннюю составляющую того, как этот бред выглядит, бред, находящийся в голове, как этот бред выглядит в России. Потому что в Соединенных Штатах Америки, где такие инциденты не редкость, там все это бессмысленно, автоматизировано и, скажем так, не имеет столь яркого идеологического окраса, любопытного и важного нам для того, чтобы отсчитывать замедление пульса у России. Продолжение следует...